Добрый вечер, дорогие товарищи! Добрый вечер, дорогие товарищи! Первая лекция сегодня с очень актуальной, важной темой Контролюционный переворот в СССР Читаем лекцию доктора философских наук, профессор Попов Михайлович Здравствуйте, товарищи! Я думаю, вы все понимаете, что это не только важная проблема и важная тема Разобраться в том, что произошло Но в зависимости от этого будет строиться и практика, и политика тех сил, которые победят и совершат новую социалистическую революцию Наверное, не для того ее нужно совершать, чтобы потом потерять завоевание социализма Поэтому это очень важный вопрос, и он очень сложный Сложный потому, что мы много читали, слышали, знаем, как совершаются революции А вот как совершаются контрреволюции, есть общие какие-то наметки Был в свое время сборник Маркса Энгельса и Ленина о борьбе с контрреволюцией А что касается конкретной революции, применительно к построенному в стране социализму уже Или в такой стране, в которой социализм построен Ну, эта тема требует отдельного внимания, отдельного рассмотрения И для этого надо, во-первых, четко различать, что такое политическая революция и политическая контрреволюция Вот политическая революция – это, я считаю, одномоментное Вот когда произошла буржуазная революция? Вот она произошла буквально в несколько дней, в феврале 1917 года А когда произошла социалистическая революция? То есть, которая низвергла одно государство и установила диктатуру другого класса Но политическую, то есть, ничего не изменило в экономике ровным счетом Абсолютно ничего, поначалу А явилось коротковременным актом И это произошло 7 ноября 1917 года И мы знаем, как это произошло Я думаю, что если речь идет об обратном перевороте Потому что контрреволюция – это тоже переворот Не просто движение назад Если идет движение назад – это разрушение, ослабление, гниение Все что угодно может быть А если речь идет о контрреволюции – это переворот И это переворот какого рода? Если революция социалистическая – это такой переворот в отношении того, какие классы занимают какое положение Если раньше при буржуазном строе буржуазия была господствующим классом, рабочий класс был подчиненным, эксплуатированным Если совершилась революция, значит теперь рабочий класс стал господствующим, а буржуазия – подчиненный Точно так же и в отношении контрреволюции Если совершилась политическая контрреволюция одномоментно То рабочий класс стал из господствующего подчиненным И должен был уже приготовиться к эксплуатации Потому что не сразу приходит за политической контрреволюцией Не сразу приходит противоположный экономический строй Точно так же, как не сразу переходит за революцией тот строй, именем которого называется социалистическая революция Давайте вспомним, сколько лет потребовалось для того, чтобы после социалистической революции, политической, которая произошла одномоментно Раз, и собрался съезд советов, и большевики взяли власть здесь, в Петрограде, бескровно по существу И установили диктатуру пролетариата Точно так же и контрреволюция Она совершается одномоментно А сколько времени прошло, прежде чем у нас прочно утвердился Прочно не на совсем и не навсегда Но довольно прочно, когда мы уже должны говорить не о переходном периоде от социализма к капитализму А о капитализме он довольно прочно установился в 1991 году И мы можем считать, что если 30 лет мы прожили в переходном периоде от коммунизма Поскольку социализм это коммунизм в первой фазе От коммунизма к капитализму То это, в общем, довольно длительный период И никак нельзя сказать, что Советский Союз развалился Или распался, как все время пишут Это тот прием, и очень жалко, что наши товарищи, революционеры Повторяют за этими людьми, что, так сказать, развалился Советский Союз Интересный Советский Союз И интересные социализмы, самоуничтожающиеся, саморазваливающиеся и так далее Это очень длительный процесс, 30 лет А создавался социалистический строй, сколько протянулся переходный период С 17 по 36, 18 лет Из этого тоже ясно, что все это дело борьбы И вместо классовой борьбы нам сплошь и рядом дают всякого рода вот такого рода картинки Это те люди, которые заведомо хотят представить социализм как таким строем, который разрушается Но для того, чтобы разобраться в том вопросе, который у нас стоит на повестке дня О контрреволюции в СССР Нужно, конечно, воспользоваться методологией диалектической Потому что если мы не знаем, какие противоречия у того строя Какие противоречия в том обществе, в котором совершается контрреволюция То мы не можем на этот вопрос ответить Поэтому ответить на этот вопрос можно только если исследованы противоречия развития социализма Если мы знаем эти противоречия развития социализма Как мы знаем с вами, противоречия, они предполагают наличие двух тенденций прямо противоположных То из тех же самых противоречий развития вытекают и противоречия деградации Если та сторона, которая является прогрессивной, ослабнет Или сложат руки, или объявят, что борьба прекратилась Или что мы всего достигли, что нам ничего больше не надо И так далее Что тут будет мир и благодать То есть обратный процесс может пойти И он долгое время может не называться Так сказать, уже тем строем, к которому идет дело А просто действительно разрушение, уничтожение, скажем, социализма Но идет долго Вот как обстоит или как обстояло дело Ну вот я попробую эту картину восстановить Ну и соответственно, имея в виду этот доклад, я подготовился к этому Значит, что у нас произошло после смерти Сталина После смерти Сталина самым крупным фактом было, первым Это убийство Берии Который был сначала заместителем после смерти Сталина Председателем Совета Министров А потом первым заместителем Председателя Совета Министров И входил, так сказать, вот в группу сильнейших Туда еще входил Маленков и Хрущев И, собственно говоря, ежели кто-то пытался или хотел повернуть, перевернуть курс Который был у страны, у партии прежде всего А от партии зависел государственный курс То, значит, он захотел убрать Берию Поэтому это убийство, которое со смехотворным обвинением О том, что он якобы английский шпион И, так сказать, он представляет собой некую заговорческую группу Это очень похоже на переворот в партии Переворот, когда те люди, которые были против Сталина и ждали его смерти Решили, что настал такой для них счастливый случай Убрать того человека, который будет этот курс продолжать Вот это и произошло Потому что другого объяснения, внятного Тому, что произошло, убийство Берия, между прочим, был маршалом Советского Союза Берия отвечал за всю нашу ядерную ракетную программу Берия отвечал за соответствующие органы правопорядка И поэтому он был очень влиятельным человеком И в то же время это был человек, который последовательно отстаивал те позиции Которые защищал Иосиф Васильевич Сталин А теперь на арену вышел человек Который долго скрывал себя под маской сторонника и советского строя И социализма, и поборника и защитника сталинских позиций Никита Хрущев Который очень быстро, очень быстро после этого действия Себя обнаружил Потому что начали происходить такие реформы Которые сводятся к уничтожению общественной собственности Ну, об этом чуть позже А сначала я хочу сказать, какие же противоречия В каких противоречиях развивается социализм Социализм – это коммунизм В первой низшей фазе То есть коммунизм с отпечатками капитализма И главное или основное противоречие социализма состоит в том Что это противоречие между коммунистической природой и социализмом И его отрицанием Связанным с выхождением из капитализма И соответствующие тенденции Одна тенденция к развитию социализма в полный коммунизм А другая тенденция, наоборот, к ослаблению коммунистических начал И к расширению тех самых родимых пятен Которые, если эту тенденцию не остановить и с ней не бороться Она приводит назад капитализм Поэтому надо понимать, что это вот все эти термины Строительные, технологические, которые применялись Построили социализм, разрушили социализм Это не то, что нужно для того, чтобы понять Как идет борьба противоположностей И как развиваются события Потому что развитие, всякая есть борьба противоположностей Это движение низшего к высшему, простого к сложному Через борьбу противоположных сторон Это же противоречие взятые в более конкретном экономическом виде Это противоречие между непосредственно общественным характером Социалистического производства и товарностью Как отрицательным моментом непосредственно общественного производства При социализме И можно сразу сказать, что уже в этом вопросе Что те люди, которые последовательно защищали Непосредственно общественный характер производства Но сказать, что они были в абсолютном большинстве в сфере экономической науки, наверное, нельзя. Они были достаточно сильной группой, но менее шумной. Не столько у них было постов в средствах издания и публикации, чтобы так широко пропагандировать эту позицию. Хотя, я должен констатировать, как участник всесоюзных конференций, которые многократно пытался Горбачев провести, чтобы экономисты поддержали вот эту линию движения на рынок. Ни разу этого в них не получилось. Везде товарищи, которые собирались, это и Сергеев, доктор экономических наук, завсектором металлогии Института экономики, и другие заместители Института экономики, это Дерябин, завсектором ценообразования, это Еремин Альберт Михайлович, доктор экономических наук из Института экономики, это наши товарищи из Ярославля, Покрытан из Одессы, Моисеенко, Ельмеев, Долгов. И, в общем, каждый раз это окончалось поражением, и никаких таких рекомендаций так и не получила группа Горбачева, в свое время, который хотел получить обязательно рекомендацию, что надо двигаться на рынок. Это не прошло. Во всяком случае, вот это противоречие заставляет нас считаться с тем, что в условиях социализма идет борьба между тем, что уже есть непосредственно общественный характер производства, и есть его отрицание. И даже вот в работе Сталина экономические проблемы социализма эта борьба отражается, потому что у него прекрасно написано, что средства производства в наших социалистических условиях не являются товарами. И что вот все эти товарные и денежные формы – это формы совершенно другого принципиально социалистического содержания. А когда речь идет о предметах потребления, вдруг почему-то они были записаны как товары. Но если это товар, то товар производится для обмена. Тогда он обменится с кем? На государственные предприятия нанимаются работники, а значит с государством. А государство выдает ему зарплату, а потом эту зарплату он относит в магазин. В итоге выталкивается товар один, получается. И тогда рабочая сила – товар, который покупает государство. И тогда это капитализм. То есть если на эту точку зрения встать и последовательно ее развивать. Поэтому и в этом отношении шла борьба. И что вот я могу сказать, вот Николай Алексеевич Вознесенский. Вот такая книга у него была большая, до войны опубликована. И он, тем более известный человек, что он занимался как председатель Госплана и член Политбюро перемещением промышленности на Восток. После войны и после книги «Экономические проблемы социализма в СССР» он вдруг стал писать, что у нас действует закон стоимости. А до этого он писал, что закон стоимости – это закон стихийного товарно-капиталистического хозяйства. Однозначно. Ну и он придерживался того, что говорил Энгельс, что закон стоимости – это основной закон всякого товарного хозяйства, в том числе и высшей его формы капиталистического производства. И люди, не студировавшие науку логики, не изучавшие идеалек, они не могут различить, что есть главное, а что есть основное. Основной закон – это не значит, что это самый главный закон формации. Потому что если это основной закон, закон стоимости, он потом превращается в закон прибавочной стоимости, и на поверхности явления вы имеете еще более конкретно погоню за прибылью, как главный двигатель капиталистического хозяйства. Так вот, это противоречие как может быть разрешено в сторону движения вперед? Только через борьбу за приоритет общественных экономических интересов. Если же будет приоритет каких-то личных, побочных, узкоклассовых или неинтересов того класса, чьи интересы воплощают интересы всего общества, то это приведет к движению назад. Куда? В товарное хозяйство. А товарное хозяйство само уже, ежечасно, как говорил Ленин, рождает капитализм. Поэтому борьба за приоритет общественных интересов – вот то, что позволяет сохранять социализм. А если, скажем, выпускаются такие законы, как закон о мелких хищениях, смысл которого в том был при Хрущеве, что, дескать, 50 рублей ты унес – это не подлежит наказанию. Если ты взял имущество на 50 рублей, а завтра можешь снова на 50 рублей, послезавтра на 50 рублей и так далее. И так, так сказать, эти несуны развивались. А в то же время, как мы знаем, Сталин прямо говорил, что если буржуазия для того, чтобы утвердить свою власть и свой строй, она сделала частную собственность священной и неприкосновенной, то точно так же мы, если мы хотим создать социализм и утвердить социализм и развивать его, мы должны общественную собственность сделать священной и неприкосновенной. И до сих пор скулят по поводу того, почему так жестко наказывали тех, кто взял не так много. Потому что если ты взял не так много, завтра ты внесешь еще больше, а не ты, а другие. А скажут, а другое вот столько взял, а я еще и меньше взял, чем другие и так далее. То есть то, что мы вот эту растащиловку сейчас наблюдаем, она была бы неизмежна, и это люди понимали тогда. И это вот противоречие разрешалось по линии движения вперед. То есть оно как разрешалось? Борьбой. Вообще вот весь этот период, который связан со Сталином, связан с ясным пониманием, что только путем борьбы, классовой борьбы, можно двигаться вперед. Если вы эту борьбу не ведете, вы сдаете позиции, и нам начинают рассказывать, откуда у нас враги, какие враги, уже все хорошее, уже мы кулаков сослали в Сибирь. Так они приехали обратно. Они приехали, они влиятельные, у них есть люди, у них есть отношения, у них закопано оружие. Поэтому являться не приходится тому, что это была очень острая борьба, и государство не выполняло бы своей роли государства диктатуру Бальтериата, если бы оно не репрессировало своих противников. Нет таких государств, к таким государствам не относится ни рабо-ладельческая, ни феодальная, ни капиталистическая, ни социалистическая, которая не репрессировала бы, не подавляла бы своих противников. Потому что репресс – это подавление. Потому что пресс – давить на иностранном русском языке, а репресс – подавлять. И, значит, мы сейчас воочию наблюдаем. Подавили рабочий класс, трудящихся, подавили социализм, потому что решили, что не надо подавлять, так сказать, противников. Дальше. И эти все идеи, что не надо, они и раньше были. Они присутствовали, но господствующей позицией была, господствующей линией при Сталине. И господствующей линией в деятельности Сталина, как видного вождя рабочего класса, революционера, было именно, так сказать, понимание необходимости классовой борьбы, использования государства для борьбы с противниками диктатуры пролетариата. И что такое общественные интересы, за которые надо бороться? Общественные интересы – это интересы рабочего класса. Нельзя говорить об интересах вообще. Вот здесь все люди сидят, все разные, у каждого свои интересы. И какой конкретный интерес выступает как общественный? Как общественный выступает только интерес рабочего класса. Мой интерес не выступает как всеобщий интерес. Там интерес, я думаю, Виктор Иванович тоже не будет спорить, что у него тоже. Его интерес экономической не выступает как общественный интерес. Как общественный интерес выступает интересы рабочего класса. И вопрос идет не о том, о чем думает тот или иной пролетариат, как писал Леонид, о том, что исторически он, согласно своему БСЮ, вынужден будет делать. Речь идет о том, что ему выгодно. Поэтому то же самое противоречие мы можем сформулировать таким образом, что есть противоречие между бесклассовой природой, социализмом. Это коммунизм в первую фазу, а коммунизм – бесклассовое общество. Между бесклассовой природой коммунизма в первую фазе, бесклассовой природой социализма и непреодоленным еще полностью делением общества на классы. Вот у меня в книге, на которую я могу сослаться, она вышла в 1986 году, в издательстве Ленинградского университета, и называется «Полномерное решение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Вот в этой книге говорится, что это противоречие между бесклассовой природой коммунизма в первой фазе и наличием классов. Вот это не совсем точно, не совсем правильно. Я бы поправился. И неполностью преодоленным делением общества на классы. Вот Ленин разъяснял, что у нас классы уничтожены в основном. В основном. То есть это уже не общество, разделенное на классы. Но полностью деление на классы не преодолено, а для полного преодоления надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. И как разрешается это противоречие? Борьбой за интересы рабочего класса. А для того, чтобы эту борьбу осуществлять в условиях противоречия интересов, нужно, чтобы эти интересы были государствообразующими. То есть это можно сделать только с помощью государства рабочего класса, с помощью осуществления его диктатуры. И тогда то же самое противоречие, которое мы рассматривали, будет уже представляться как противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства, а полномерность определена интересами рабочего класса. И полномерность, она же говорит о том, что все, что делается, подчиняется единой цели. А цели должны определяться интересами рабочего класса. Между полномерным характером социалистического производства и элементами стихийности в его организации. Откуда стихийность? Во-первых, все не познаешь, особенно за короткое время разработки плана. Поэтому тут стихийность неизбежна. Мы все время можем приближаться к истине и никогда ее не исчерпаем. То есть у нас есть такая абсолютная способность к тому, чтобы познавать истину, но возможность ее за время нашей жизни или в каждый момент развития человечества все познать, конечно, этого нет. Поэтому отсюда возникает элемент стихийности. Как бы из незнания или неполного знания. А с другой стороны, если бы даже мы и знали, и полностью имели знать, так мы бы знали о том, что интересы-то разные. План-то выражает интересы только рабочего класса. Значит, все, которые отклоняются от этих интересов, они выступают по существу противниками этого. В том или ином варианте. Не всегда и не во всем. Потому что, скажем, вот обычный трудящийся член социалистического общества, работник. Самый обыкновенный, простой работник. Его интересы противоречивы. Он заинтересован в развитии социализма, поскольку возрастают общественные фонды, растут фонды зарплаты, он повышается, повышается у него жизнь. В то же время он заинтересован получить большую долю даже и меньшего пирога. Если удается получить, это и хорошо. Поэтому вот это стремление дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше, которое присутствует и очень широко распространено при социализме, и с которым боролись при Сталине, и перестали бороться после Сталина. Вот это вот стремление, как надо охарактеризовать, что характерно для мелкого буржуа, для товаропроизводителя. Мне не важно, что я делаю. А мне важно, что я буду за это иметь. Если я делаю пирожки, мне не важно, они вкусные или невкусные. Важно, что я за эти пирожки получу деньги. Сам бы ел, да деньги надо. А сейчас такие делают пирожки, и что сам бы ни за что не ел. А деньги надо. И продают пирожки, в которых мясо удалено и заменено на то, что к мясу никакого отношения не имеет. Или есть такое понятие техническое мясо, которое может быть использовано в колбасе, но нельзя продавать непосредственно, которое привезли из Аргентины, может быть там 15-17 лет где-то на складах НАТО лежало, может быть еще других, замороженное потом, его привезли в Россию. И добавляют спокойно в колбасу, и делают копченые колбасы из кур. И всяких других заменителей, какие могут быть говядины, свинины и прочее. И как разрешается это противоречие? Разрешается это противоречие благодаря использованию системы государственного планового централизованного управления. Здесь слово государственное решающего плана, это понятно. Но если государство не будет пресекать вот эти попытки, не выполнять планы, нарушать планы. Вот когда после экономической реформы выступал такой Бунич, член-корреспондент Академии наук в печати, с такой новой экономической категорией в журнале «Вопросы экономики». Называется «Допустимое невыполнение плана». То есть вот 10% можно не выполнить плана и получить премию за это. Вот за что он выступал. А что такое 10%? Вот, допустим, вы 100 тысяч выпускаете изделий. 10% – это 10 тысяч. 10 тысяч идут на тысячу предприятий. Вот эти все тысячи предприятий их не получат. Причем везде будет немножко не хватать. Раз немножко не будет хватать, то они не сделают то, что они потом поставляют другим. А поскольку у нас, так сказать, большая кооперация и разделение труда, то это как цепная реакция в атомном ведре. Вот и что вы получаете? Вы получаете разрушение всей экономики. Но это было позже. А тут, значит, мы сейчас говорим о том, что заложено, так сказать, в этих противоречиях. Если вы их не будете правильно разрешать, вы придете вот к этому. То есть тогда события разрешат их в сторону противоположную развитию. И, наконец, вот она – государственная система планово-централизованного управления. Тоже ясно, что раз она состоит из тех людей, которые не являются представителями рабочего класса, хотя мы с вами знаем, что и не все рабочие обязательно стоят на позициях рабочего класса. Правда? А даже очень многие. И даже мы не забыли, что немецкие рабочие, когда пришли и убивали наших людей, и убили 27 миллионов человек, это, хотя они и рабочие, но они не представляют рабочий класс. А первое, что было сделано фашистами – это уничтожены коммунисты. Если не убиты, то, по крайней мере, я рассажен по тюрьмам. Вот надо понимать, что система управления по необходимости содержит в себе противоречия между ее социалистическим характером и элементами карьеризма, бюрократизма, ведомственности, местничества, которые, так сказать, противники социализма, такие как Троцкий, они прямо называют. Это не бюрократизм, а бюрократы сидят. А если бюрократы, то это вот враги, надо с ними бороться. Они могут, люди, которые находятся в системе управления, дорасти до бюрократов. Но это разные категории. Бюрократ – это то, что у него главное в деятельности – делать то, что выгодно ему. А бюрократизм, ну, он присущ очень многим. Почти все в той или иной мере, которые начинают заниматься какой-нибудь управленческой работой, вас заставляют посидеть, подождать, переписать и так далее. И Ленин давно этот рецепт придумал и предложил в государстве революции. Надо, чтобы все на время становились бюрократами, в кавычках, имело в виду, что участвовали в управлении, но и чтобы никто не мог стать бюрократом, опять в кавычках. Вот это, надо сказать, это большой недостаток. Если у нас в 30-х годах при социализме широко развивалось и движение рабочего совместительства, то есть рабочие земли попашут, попишут стихи, то есть они на заводе поработают, потом они проверяют работу учреждения, такого-то министерства. И шефство рабочих над наркоматами тоже имело место. И Сталин в этом в свое время участвовал, он же был, между прочим, министром наркома, рабочей крестьянской инспекции, а потом занимался этим Ардженикидзе. Но потом как-то, так сказать, управление управлением, а вот эти вот вещи, связанные с контролем со стороны трудящихся, они ослабли. И вот это еще одна, может быть, причина ослабления в целом государства. К чему это могло повести? Это все могло повести к движению вспять. И по отдельным вот этим параметрам, и в целом. А если идет движение вспять, то это еще не контрреволюция. Допустим, можно было вернуться с уровня 1953 года на уровень 1941, на уровень 1939, потом на уровень 1938, потом на уровень 36, потом перейти в переходный период обратно. Еще пока не потеряв ни государственную власть, ни общей, так сказать, линию, но, как бывает, отступление перед лицом превосходящего противника. Но события у нас в СССР развивались по-другому. Вот это вот тот переворот, который был совершен Хрущевым, а он, как видно из его дальнейшей деятельности, являлся, так сказать, прямым противником и коммунизма, и коммунистической позиции, и рабочего класса, и так далее. Этот вот шаг к убийству Берии привел к тому, что в его руках концентрировалась вся необъятная власть. И вот эта необъятная власть была использована быстро, сразу же, для разрушения общественной собственности. Общественная собственность у нас как устроена? Вот создавал, создавал, так сказать, товарищ Сталин, и партия, и народ создавали систему государственного планово-централизованного управления. Так? У нас были министерства, и не так, как вот у нас сейчас есть, там, два министерства экономических. Одно абсолютно отрицательную роль играет экономического развития, а другое, так сказать, ну что там, что может сделать, там, тем или иным оборонкой занимается, промышленность и торговлей. Вот единственное министерство, которое занимается экономией, больше ничего. А вот Хрущев уничтожил все министерства, все министерства, то есть это плод труда советского народа по созданию вот системы государственного, централизованного, полномерного управления, был уничтожен разом в 1957 году. Ну и вот соратники Сталина против этого выступали, но они оказались меньшинствами к этому времени. Я думаю, что вот, когда мы думаем, как так произошло, вот Сталин в одной из своих статей говорит, что у нас за время войны три численности партии полегло. То есть вот, если взять численность партии, которая была перед войной, вот три такие величины, вот столько было коммунистов, в числе погибших. И пришли, так сказать, новые люди, может быть, не столь зрелые, не столь решительные. Ну и, как вы понимаете, во время войны самые решительные идут в атаку вперед и гибнут. Поэтому вот тут, конечно, эхо войны, оно отразилось не только на отдельных людях, но, видимо, и в целом на государстве. И все попытки, скажем, того же Сталина как-то побудить так называемых союзников, чтобы они участвовали на основном театре, ни к чему не приводили, а те все время занимались войной за свои колонии или отнятием других колоний и превращением их в свои. Пока они не увидели, что Советский Союз имеет самую крупную армию, самую большую воинскую силу, причем в том числе и в техническом отношении, и что он самостоятельно сможет победить. И тогда они вдруг сразу и примкнули и разделили, как бы, победу над фашизмом. Вот что произошло. Так вот, в 1957 году была уничтожена система государственного планового централизованного управления, поскольку все министерства были ликвидированы. И переведено в какое положение? В санархозы. А санархозы когда у нас были? При Ленине. Когда? Когда еще только-только собрались. Собрались. Поскольку не было никакого централизованного управления, ну вот были советы местные, они стали заниматься управлением на местном уровне. Потом появился Всероссийский Совет Народного Хозяйства, потом рассмотрение плана ГОЛРО, и потом движение, которое привело только к 28-му году, к тому, что у нас появился первый пятилетний план. Поэтому, вот, а без системы централизованного плана управления в общественным интересам не подчинишь экономику. Поэтому с этого времени, с времени вот этой, и в некоторых источниках говорится о том, что это реформа 57-го и 65-го годов. Но вот не всю ее проводил Хрущев. Хрущев, как говорится, его сняли, ну и преемники достойные его продолжили это. И реализовали то, что готовилось уже при нем. Это первое. Это касалось, прежде всего, ну промышленности, в первую очередь, и сельского хозяйства, во вторую очередь. Это было в 57-м году. Были ликвидированы машинно-тракторные станции. Я должен вот честно признаться, что пока я вот сейчас не перечитал, я сейчас читал последние тома, вышедшие, которые я, кстати, здесь приобрел, здесь в РКРП, Сталина, Сталин там объясняет, что это неверно считать, что колхозы имеют свою собственность на средства производства. Это совершенно неверно, потому что земля государственная, она просто в пользование дала. Ну, если вы будете хозяйством, то это в интересах общества. Раз. И второе. Все техника, вся техника, тракторы, сейлки, вилки, молотилки, вся сложная техника, вся она находится в руках государства. И социально-точная машина тракторных станций, сеть которых была создана. И вот эти машины тракторных станций, какие отношения имелись с колхозами, колхозы получают эту технику, они не получают. Они получают спашку, обмолачивание. Все они, все работы, которые производятся механизированным путем, а за это они натурой сдают продукт. Машина тракторных станций, то есть государству. Вот так. Как, собственно, в деревне было. Вы могли привезти, значит, пять мешков зерна на мельницу, к обычному мельнику, частнику, и два мешка или один мешок у него оставить за то, что он вам смолол, а четыре мешка унести, вывезти обратно домой. То есть это для крестьянина было понятно, просто, ясно. И таким образом, не какая-то, вот как писали, и вся литература забита этой чепухой насчет того, что у нас было две собственности. Некоторые общенародные и кооперативно-колхозные. Две общественных собственности. Но это чушь, потому что общественная собственность – это собственность всего общества. Чтобы собственность была собственностью всего общества, надо подчинять производству общественным интересам и в городе, и на селе. Поэтому у нас было просто две формы подчинения производству общественным интересам. Государственная форма и кооперативно-колхозная в единстве с государственной формой. Потому что вот и государственный плюс закупки. Эти самые закупки нельзя и отменить. Поэтому это не такие закупки, как на вольном рынке. Хочу продам, хочу не продам. Когда вот такая попытка была в свое время, кулачество, в 1928 году, не сдавать хлеб. Ну вот, товарищ Сталин собрался и поехал в Сибирь заготавливать хлеб. И говорит, я поинтересовался, почему не сдают хлеб. Почему судьи не применяют статью против спекуляций. Это же спекуляция, потому что ждут, когда цены вырастут. А кулак обернулся уже на других культурах технических. А теперь ждут, когда вот на зерно будет. А бедняки все сдали. А мы, говорит, будем, или мы будем партией бедняков, которые будут поддерживать тех, кто уже сдал государство. Или партией кулаков. У нас торговые брони. Значит, их надо за спекуляцию этих самых кулаков привлекать к уголовной ответственности. И хлеб пошел. Это была вот такая последняя большая поездка в Сибирь, в село товарища Сталина, образцово показательный. И я, говорит, разговаривал там с судьями, с прокурорами. А почему вы живете в избах кулаков? А там лучше кормят, и там чище. Вот картинка была. Это вот тот самый аппарат, который должен был заниматься организацией этого всего дела. Короче говоря, что произошло? Как только, значит, в промышленности возврат к сонархозам, то есть к тому исходному пункту, с которого началось строительство только системы государственного планового управления. То есть, считайте, к 2021-2022 году. Это раз. А в сельском хозяйстве вообще, так сказать, убрана та организация, которая обеспечивает подчинение кулхозам общественным интересам. Ну, а для того, чтобы эти кулхозы, так сказать, вообще умирали, их заставили купить эту технику. И они все стали убыточными в одночасье. И поскольку у них нет ни соответствующего оборудования, ни соответствующих станций, и превратили вот эти МТС в ремонтно-технические станции при колхозах, которые что делали? Из двух комбайнов делали один, потому что нет же ничего, ни запчастей, ни техники, ни оборудования, ничего, ни специалистов и так далее. А, скажем, люди, которые работали в машинах-тракторах, они же государственные работники, или рабочие, они ушли в города. Как говорится, их с руками оторвали. То есть, можно сказать, что пока еще не, это еще не контрреволюция, потому что, как вот, рабочий класс возглавляет государство, партия, партия рабочего класса. Так, поэтому как вы скажете, что это контрреволюция? Это движение УС-5 налицо. Это вот движение УС-5 в рамках социализма, вернее, в рамках, которые выходят за рамки социализма и отправляют в страну в переходный период. Только уже пока получается не от капитализма к коммунизму, а от коммунизма к капитализму. И это был уже 1958-й, а в это время началась кампания по подготовке к борьбе с культом личности Сталина, как вы понимаете. Для того, чтобы это дело, которое повернул Хрущев на съезде, чтобы это дело прошло, надо было хорошо подготовить. Для этого точно надо было застрелить Берию, чтобы никто там из серьезных чиновников партийных не мешал этому делу и не возражал против того, чтобы вот говорить о Сталине. Ну, на этой теме я долго останавливаться не буду по одной простой причине. У нас, во-первых, недавно прошла конференция, посвященная Сталину, буквально вот этим летом в Ульяновке, которая подтвердила, что антисталинизм – это форма антикоммунизма. Но еще раньше это было сказано, когда мы отмечали 80 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Конференция проходила в Смольном первый день, второй день был в Мариинском дворце. Сюда приезжал Люда Мартинс из Бельгии. Здесь была Нина Андреева. Вообще тут собрались люди, которые, так сказать, понимали роль Сталина. И на этой конференции много очень сидело тараскистов. И вот мы при этом большом скоплении тараскистов, причем очень они хотели выступать обязательно вот в зале, актовом зале, потому что здесь был, как говорится, второй сиест советов. Очень им хотелось. И, так сказать, они рвались прямо в президиум. Но мы очень так, люди, которые сидели в президиуме, очень твердо их так завернули. Дескать, вот Мариинский дворец, там еще красивее, там все хорошо. А тут они вот выскочили, а в итоге получили мы такое решение, что антисталинизм – это современный антикоммунизм. Ну и что из этого следует? Что если в партии, так сказать, группа возобладала, верхушка партийная, в ней возобладал антисталинизм, значит в ней возобладал антикоммунизм. Значит, это уже в партии переворот произошел. А в государстве еще нет. Почему? Ну потому что это, так сказать, еще группка. Это еще не вся партия. И решения съезда такого нет. И хотя, и даже вот этот доклад клеветнический, который сделал Хрущев на 20-м съезде, он на закрытом заседании, и о чем они умудрились за границу переслать, как говорится, все за границей читали, а вот, скажем, мы получили доступ тогда, когда в годы перестройки «Известия ЦК КПСС» стали выходить, и в одном из номеров журнала «Известия ЦК КПСС» опубликован этот доклад клеветнический, который все то, что делал Сталин, и все, что является величайшим достижением, конечно, не только Сталина, а и рабочего класса, и советского народа, трудящихся, то, что является делом социализма, все это дело поливалось грязью и, так сказать, карикатурно изображалось. Одно время я думал, что это было последнее заседание, на котором вывалил вот эти все домыслы Хрущев, и все. Нет, у меня есть дома этот вот журнальчик «Известия ЦК КПСС», я еще раз пересмотрел. Это было одно из заседаний, закрытое, после которого еще и резолюция была о преодолении оккульта личности Сталина. И еще было заседание посвящено директивам по 11-му пятилетнему плану. То есть, все это в рамках рядовой работы съезда. Из этого я делаю вывод, что первый секретарь с этой командой, которая пришла вместе с ним, большую работу проделал, чтобы подобрать состав 20-го съезда. И товарищи коммунисты многомиллионные остались в положении людей, которых оплевали всех вместе и обвинили, потому что обвинения в адрес Сталина касались всех, потому что все в этом участвовали. Как бы и соучастники этого преступления сталинщины, как это писали эти негодяи. Отсюда и такое значение таких гнилых фигур, как Солженицын. Вот там какие-то хорошие люди в Москве решили, что действительно не надо ничего портить, никакие памятники. Там есть слово Солженицын, только некоторые буквы золотом покрасили, и получился лжец в подписи. А так пальцем никто ничего не трогал. Но этот лжец нужен был такой, который придумал, что там везли людей в вагонах, и что в купе были 30 человек в одном, и проще. Или там миллионы были расстрелянных, арестованных и так далее. Тем более, что есть данные, которые давало ФСБ, и оно дает, и КГБ раньше. Мы эти данные знаем, и знают о всех репрессированных. О репрессированных в большой стране и не может быть мало. Потому что и во время большой революции не может быть. Может быть, во французской революции не было репрессированных, в буржуазной. Да, там, где вот у нас есть улица Марата Геевича, они переименовали, вот уже Эрбиспера, прошлый губернатор, переименовал Воскресенскую набережную, поскольку там церковь стояла. Значит, что произошло? После 20-го съезда вся партия была, так сказать, ну, можно сказать, в нокдауне. Ну, как вот, так сказать, то, к чему присягали. Хотя выяснилось, и мы сейчас можем констатировать, что в партии существовал некоторый культ должности. То есть, вот сказал первый секретарь, неважно какой там, генеральный, райкома или обкома, если сказал первый секретарь, значит, это истина. Вот мы сейчас в таких, можно сказать, буржуазных условиях добиваемся того, чтобы простые рабочие разбирались бы в политических и логических вопросах, иначе обманут, обведут. Обманут, и сделают из вас, так сказать, тех, кто сражается против того, чему он должен присягать. Но я думаю, что вот, к сожалению, такая ситуация была и тогда. Более того, я вот поскольку делал эти изыскания сейчас в сталинских томах, я обнаружил там в приложениях, что в 46-м году состоялось постановление ЦК ВКПБ. Не знаю, кто его готовил, неизвестно. И подписи там Сталина нет, в котором говорится о том, что вот надо, чтобы были Академии общественных наук, высшие партийные школы, там есть политэкономия, там есть Диамат и ИСМАТ, то есть философия. Научного социализма нет. И тогда я стал, так сказать, выяснять, а как же так? А куда делается это? Тем более, что у меня, например, специализация, специальность, по которой у меня докторская по философии, теория научного коммунизма. И я вот о никаком научном коммунизме ни Маркса не говорили, о теории научного коммунизма. О коммунизме они говорили? Это да. А вот о теории научного коммунизма никогда не говорили. И о научном коммунизме не говорили. А кто говорил и кто начал? А начал Суслов Михаил Андреевич, в 1962 году, сразу после 22-го съезда. Дескать, вот строим коммунизм, научный коммунизм, пишите новые учебники, оторвать. И та архитромология, которая была и у Маркса, и у Энгельса в коммунистическом манифесте, что есть разные виды социализмов, а один только научный, который связан с рабочим классом. Правильно? Теперь у Энгельса развитие социализма от утопии к науке. То есть опять научный социализм. Дальше, всем известная статья «Три источника и три составных части марксизма». Какие? Философия, политэкономия и научный социализм. Пропал. Убрали его, этот самый научный социализм, но его убрали еще раньше, до 20-го съезда. Вот какая картина выясняется. Так что, если мы рассмотрим противоречия, разбираем противоречия, мы должны понимать, что это не надо связывать только с отдельными лицами, с отдельными действиями, с отдельными моментами в истории. Борьба противоположности идет всегда. И тогда, когда вы побеждаете, что-то у вас при этом может быть разрушено, и тогда, когда вы выигрываете, и тогда, когда вы проигрываете. Не все потеряно. Так что вот тут все может быть по-разному. А борьбу вести нужно. И вот, наконец, наступил 22-й съезд. И что мы должны констатировать, опираясь на то, что если партия взяла линию антикоммунистическую по отношению к Сталину, то есть по отношению ко всем победам, которые были сделаны, поскольку эти победы, вовсе не только сталинские, это победы всего партии, рабочего класса и народа, партия взяла линию антикоммунистическую и стала партией антикоммунистической до 22-го съезда, а после 20-го съезда. Теперь эта антикоммунистическая партия должна заняться положительной работой, то есть перейти к антикоммунизму. А как перейти к антикоммунизму? Для этого нужно силу иметь. Какую силу? Государственную. Для этого надо объявить, что это выкинуть диктатуру пролетариата государству и сделать это государством другим. Неважно, как оно называется. Общенародным, демократическим, каким угодно. Это уже неважно. Дело в том, что Ленин давно объяснял еще в брошюре «Успехи и трудности советской власти», полное собрание сочинений, том 38. «Мы, конечно, не против насилия. Мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся и говорим, что это глупые люди, не могущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии». Кто говорит иначе, либо идет, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно. И вот партия, которая стала уже антикоммунистическим на своем съезде, это не значит, что члены партии антикоммунисты, это значит, что организация стала верхушкой. Как, скажем, сейчас профсоюзы, многие защищают интересы капиталистов, а не интересы рабочих. Вот эта вот партия, которая стала защищать интересы совсем другие и не защищает интересы рабочих, она объявила, что классная борьба прекратилась. Это вот армия, которая ведет борьбу, она говорит, все-все-все-все, не надо бороться за интересы рабочего класса, вся борьба прекращается, классной борьбы нету. Хотя классная борьба мелкобуржуазности против социализма только разворачивалась еще и развивалась. И второе, что государство, так сказать, исчерпало свою функцию диктатуру Петриата и стало общенародным. То есть, как бы, нет у государства диктатуры Петриата. И несмотря на то, что Энгельс разъяснял, что вот соединение двух слов «государство» и «народ» – это как жареный лед. Либо есть государство, а тогда оно не народное. А если оно народное, то оно уже не государство, поэтому орган класса. Поэтому общенародное государство – это не просто безграмотность. Это уничтожение диктатуры Петриата. И одна момента правящая партия, правящая в государстве партия, принимает решение и ставит в программу, которая обязательна, между прочим, для всех членов партии. Вот там эти всякие высказывания, выступления Хрущева на съезде необязательны. И даже это постановление о преодолении какой-то личности, оно обтекаемое, и вроде бы как оно непосредственно не заставляет тебя так считать. Но если это уже программа партии, если вы не согласны с программой партии, будьте, да, пожалуйста, на выход. То есть, и это, то есть, более того, ведь вопрос не о том, что написано, а дело в том, что для того, чтобы развитие шло и движение шло вперед, надо постоянно вести борьбу. Что он называл Ленин диктатурой Петриата в детской болезни ливизны в коммунизм? Это диктатура Петриата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Партия объявила, что не нужна борьба против сил и традиций старого буржуазного общества, а силы и традиции старого общества уже набрали как раз силу. Вот что произошло. Поэтому можно считать днём контрреволюции, это день принятия программы 22-м съездом. А дальше уже, дальше так же, как было при строительстве социализма. Вот мы сам создавали госплан, создавали, значит, индустриализацию, а здесь экономическая реформа, которая в 65-м году прошла, и которую дружок уже готовил Хрущёва-Либерман. Значит, три статейки в газете летом, летом, когда люди в отпусках, и раз в сентябрьский пленум 65-го года уже без Хрущёва. Хрущёв, так сказать, уже своё отыграл, и это дальше группа, в которой всё время лица менялась, продолжала ту же самую линию. Они убирали всё, демонтировали социализм. Вот экономическая реформа – это полный переворот в целях. Если раньше мы имели главные показатели – номенклатура, производительность труда. Номенклатура – это, собственно, удовлетворение потребностей. Производительность труда – это технический прогресс. Номенклатура – не обязательно, производительность труда – не обязательно. Фондообразующие показатели – объём реализации, прибыль и рентабельность. Всё сводится к прибыли, потому что рентабельность – это прибыль, делённая на величину фондов. Объём реализации – это сумма проданных продуктов ради прибыли. Вы знаете, что тогда начался колоссальный рост цен. Народ, так сказать, стал возмущаться. Райкомы стали пытаться удержать эти цены. Стали эти райкомы ненавистны народу, потому что они никуда. Ну и, так сказать, я должен сказать, что это был 1965 год. Но для того, чтобы нам не сомневаться, что произошло на 22 съезде, вспомним, что в 1962 году впервые за всё время существования социализма было принято решение о повышении цен на очень нужные народу продукты, на молоко, мясо и яйца на 30%. После этого были события в Новочеркасске. Там рабочие требовали то, что требуют рабочие по всему миру. И о чём мы вот все тут заявляем, пишем. Нас это государство пальцем не трогает, буржуазное. А что мы требуем? Чтобы цены не повышали, а расценки не снижали. Вот это и больше ничего не требовали. Люди приехали и убили там несколько десятков человек. И ещё почти десяток приговорили к смертной казни и расстреляли. Это вот, это уже диктатура без... Во-первых, нет такого закона стрелять у рабочих. Это уже фашистская диктатура. Мы такую фашистскую диктатуру видели и при Ельцине, когда стреляли из танковых орудий по Белому дому. Так что мы это видали, мы знаем, к чему это всё ведёт. Так что вот, это всё та же самая ниточка. А дальше уже Горбачёвское, значит, виляние так, чтобы не надо было даже и кандидатов, чтобы коллективы назначали. Потому что нельзя было обойти коллектив. И после 1936 года только надо, чтобы трудовой коллектив в кандидаты двигал. Потом мы знаем, что началась концепция развитого социализма, который вообще, так сказать, ничего общего с марксизмом не имеет, безграмотное. И вообще все эти рассуждения Хрущёвские, они говорят о том, что они принимались, их повторяли, говорят о крайней, так сказать, безграмотности в области марксизма. Дескать, вот мы построим коммунизм. Когда был построен коммунизм? В 1936 году. И Сталин выступал с докладом Конституции, когда говорил, что мы построили первую фазу коммунизма. То есть коммунизм в первой фазе. Не фазу же мы построили, а коммунизм в фазе. Не молодость мы построили, а молодого человека и так далее. И вот на этом я заканчиваю. Я понял, что... Поэтому, поскольку вот эту точку я перешёл, а вот всё дальнейшее после 22-го съезда, это было уже использованием нового, нового по сравнению с диктатурой вольтариата государства, буржуазного уже. Буржуазного государства, у которого ничего ещё не было, так сказать, сделано. Оно состояло в переходе к полноценному капитализму. Это заняло 30 лет, и это всё уже расписано, всем известно. На этом я останавливаться не буду. Спасибо за внимание. А наимка не рассматривается. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Вячеслав Михайлович Молотов и Каганович, которые впоследствии выступили против курса Политбюро в 1957 году, были приверженцами Сталинского курса или плыли по течению до того момента, как Хрущёв со своими сторонниками замахнулся и на них. Боролись ли они внутри партии после гибели Сталина? Они пытались бороться. То есть они вот, когда была... Допленными решался вопрос о вот этом уничтожении всей системы государственного управления, отраслевой, они выступили против, и Ворошил голосовал против. Вот. Ну и под благовидным предлогом их убрали, когда встал вопрос о целине. Что будем делать? Или повезём всю молодёжь, так сказать, далёкий Казахстан, или будем поднимать, так сказать, эту Россию, в которой, так сказать, запустение находится во многом. Вот они тоже выступили против. И тогда их объявили антипартийной группой, Хрущёв объявил, Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшил к ним Шипилова. Вот. Так что они боролись, но, видимо, слабо боролись. К сожалению, у Сталина были, так, Захаров, подписано, читаем, губительные корни движения к рынку. Ну, корни-то уж... Вот я, например, говорил, что у них были такие высказывания, но это не корни. Ваши книги я взял. Это нет, нет, корней там нету, не надо. К сожалению, у Сталина были губительные корни, движения к рынку. Нет таких корней, нет. Тут не написано, корней. В кавычках ничего не стоит, страница не поставлена. Сталин говорил, что закон стоимости есть основной закон. Да, говорил. Да, это неправильно. Это Ваше Слава Дихову Васильевичу из Ваших книг. Да, это неправильно. Почему не Сталин должен быть менее учёный, чем Марс? Потому что у Сталина, вообще говоря, ни одной экономической работы нет. Он не политэконом. И эта вот работа, экономические проблемы социализма, это замечания на учебник политэкономии, который делали другие люди, вот, так сказать, его переделывали. И эти замечания и ответы на письма товарищей. Поэтому надо так и рассматривать. Ну, человек, вот вы слишком много хотите. Вот там был он специалист, и там специалист. Никаких экономических других работ у Сталина нет. Поэтому это противоречиво. Вопросы. Так, это тут что такое? Денисов. Вопросы. Какую роль в умышленном разрушении Союза СССР и временной реставрации капитализма сыграли такие общественные явления, как обывательщина, пополам смещанство, религионность некоторой части населения, недостаточное финансирование, выпуска товаров народного потребления для населения, авантюрная война в Афганистане, спекуляция слишком, мягкая борьба с бытовыми, пьянство в населении, вольность по отношению к советской власти, к антисоветской, эссидентской уже интеллигенции. Ну, какую? В целом отрицательную роль. Это совершенно понятно. И цело понятно. Вот, когда мы вводили войска в Афганистан, это было похоже на то, что мы там хотим поправить. Мы у себя-то не могли в это время ничего поправить. Что мы там могли сделать? То же самое, как ввод войска в Чехословакию. Ну, что? Ну, приехали на танков в Чехословакию. Сколько наших товарищей там погибло? Просто потому, что они стояли, ничего не делали, а в них стреляли. Дальше что? А дальше этого сюда привезли, дубчика, с ним поговорили. Ну, поставили другого человека. Ну, они же шли тем же путем, что и мы, и вслед за нами. Поэтому можно сказать, что вот в Чехословакии вперед продвинулись по линии рыночного социализма, они вслед, мы шли вслед за нами. Вот и все. Поэтому никак поправить мы не могли. И была еще одна дискуссия большая с Китаем по поводу диктатуры Петриата. Как только у нас после съезда вот это вот совершено было, выбрасывание диктатуры Петриата, Мао Цзэдун несколько писем написал и в адрес Советского Союза, и в адрес коммунистов, и в адрес международного коммунистического движения о том, что это грубейшее отступление от марксизма. Тут же его обвинили там провокатором и таким и сяким, и этим лично занимался так называемый идеолог нашей партии Суслов. Тоже враг диктатуры, пролетариата и лично ответственный за уничтожение социализма в СССР. Вопросов больше нет. Переходим к преступлениям. Почти, пишем к преступлениям. Вопросов больше нет. Вопросов больше нет. Почти, пишем к преступлениям. менеджеров так называемая в чем это выражалось в том что вот если раньше были капиталисты такие как фор там и так далее то тут менеджеры все мы вродили есть акционерное общество там бабушки акционерши владеют там 10 акции них там очень много они ни на что не влияют а вот сидят менеджеры они всем вродили я вот не случайно задав михаилу васевичу вопрос который с извлением забыл подписать что из себя представляла вот эта буржуазия которая захватила брать думаю михаил васевич тут выскажется тоже в заключительном слове вот что касается на не надо слышно это самое что касается буржуазии вот смотрите что как известно такое буржуазии это собственных средств производства как писар ленин своем определении красов раз это большая группа людей делящиеся по по отношению в частности большей частью записанному законах средствам производства значит не только записанному законах а что значит быть собственником средствам производства это значит относиться к объективным условиям производства как своим и вот на одном из занятий по науке ругике гегеля я не видел а слышал это поэтому не помню у кого вот михаил васевич отнял кого-то из наших товарищей смартфон и говорит вот смартфон это вот ну как то вот вы считаете что это ваш смартфон но если я буду к нему относиться как к своему и все здесь присутствующие будут относиться к этому так что это мой смартфон то это будет мой смартфон а если вы пытаетесь его от меня отнять да к вас вяжут и отвезут в милицию то есть это вот отношение к условиям производства как к своему у самого субъекта который вот претендует на это и у окружающих вот что у нас было скажем в тридцатом году вот книга значит я уже зачитывал в том числе и здесь это этот эпизод это книга василия гаврировича грабина создателя пушки про которую сталин сказал что ваша пушка спасла россию ему и эпизод был в тридцать седьмом году кстати летом тридцать седьмого года на заводе где грабин был главным конструктором и директор был соответственно и вот грабин пошел по цехам и увидев что чего-то рабочие очень легко работают со щитами орудийными они из броневой стали должны быть а тут их гнут и мнут и это самое подошел увидев что эти щиты то делаются из углеродистой стали просто то есть они не броневые щиты а просто из углеродистой стали вот и возмущенный я пошел к директору на мой вопрос дунаев ответил вопросом от в этом ответил вопросом я на заводе хозяина ли вы я могу давать любые указания которые считаю нужными никому не разрешу их отменять никто на заводе не имеет права их отменить вы директор это всем известно сказал я но это не дает вам права не выполнять требования чертежа следует отменить ваше решение и не подумай от менять свое решение права директора даны не наркомом они вами и вы вмешивайтесь мои права на что вас никто не упоминамочит пока я директор я буду делать все что считаю нужным а вам советую знать свое место на заводе значит еще раз предупреждаю что не позволю и не советую вмешиваться в распоряжение директора значит но грабин сказал что он соответственно произошел вообще к директору из уважения к нему так он напишет куда следует и соответственно обратиться к военпредом и вышестоящему руководству директор восстановив и сказал вот извините все я все издам приказ все отменю и все пойдет как раньше то есть вот что вот из этого следует из этого следует что в общем-то для директора завода тогда вот вроде бы в разгар что называется диктатура пролетариата было обычным относиться к заводу как к своему и видимо эту точку зрения во многом разделе и рабочие потому что нерабочие которые обрабатывали не могли не увидеть разницу между броневой и обычной углеродистой старию тоже им директор сказал они делают ну что директор сказал наш выполнять распоряжение правильно грабин хотя и был главным конструктором он тем не менее из рабочих он с моролевского работа на физической работе в красной во время гражданской войны был командиром и он так как коммунистом вот он как коммунист тоже заявил свои права на то что он здесь хозяин и представляет из себя так сказать староньего рабочего класса её разрешили в ситуацию в пользу диктатуры пролетариата и в пользу рабочего класса вот это вопросу о том что вот себе представляет вот это буржуазия что из себя вот эти директора представляют вот это это элемент чего элемент буржуазии у некогда что они относит как своим и даже и рабочий при это м gekак его diplomas Мы тоже относимся, вот хозяин, и было даже такое выражение, вот он хозяин, вот, и хозяйство было, там хозяйство такого-то, но это не только на заводах. И таким образом получается, что вот как момент, вот буржуазия в становлении, да, становление это понимают так, что это только то, что вот становится иногда. На самом деле становление имеет два момента, это возникновение и прихождение. И вот буржуазия в становлении, она, вот думаю, в лице вот этих директоров, руководителей всех уровней, она была у нас всегда. До определенного момента она находилась в прихождении. Чем это прихождение обеспечивалось? Возрастанием культурного уровня рабочих, возрастанием их грамотности, повышением активности, как рабочих, так и инженеров, стоящих на позиции рабочего класса. И где-то в середине века она, так сказать, была в прихождении, эта буржуазия. Ну а потом она пошла по нарастающей. Но надо сказать, что даже и сейчас, вот скажем, я работаю в организации, где когда директор что-то начинает там, то есть все, говорит, вот он там, то неправильно делает, то есть у народа еще вот сохранилось это ощущение, отношение к этой организации, как к своей. То есть такого, что вот чисто мы здесь наймите, это не наша дера, оно вот не совсем еще пришло. Но, конечно, в целом, конечно, сейчас это буржуазная контора, это все происходит. Значит, вот поэтому здесь и надо рассматривать, не видится, вот с такой точки зрения. А такая вот точка зрения, что произошел буржуазный переворот одномоментно, он снимает вот это противоречие диктатуру пролетариата, очень существенное, которое именно для диктатуры пролетариата актуально. И надо сказать, что это не снять его вот так прямо за одномоментно никак. И даже вот, скажем, у нас в партии, с некоторыми товарищами по партии дискутирую, вот прямо вижу перед собой руководителя, вот директора нашего, там еще кого-то. Ну вот как-то вот это проскальзывает. Конечно, в партии не может быть красовой борьбы, но она, эта красовая борьба, она рефлектирует. Все, так сказать, там по-разному люди есть, руководители в том числе. Значит, вот, поэтому здесь вот, это мне видится очень существенным этот момент. И здесь надо понимать еще такую вещь, что, скажем, у нас благодаря Ленину было записано в программе партии о диктатуре пролетариата. Ну, скажем, ни в Корее, ни на Кубе, ни в программе пролетариата, и вообще, насколько мне известно, из всех социалистических стран, вот у Китая, ну там своеобразная формулировка, это как-то там диктатура народа под руководством рабочего краса, или что-то как-то вот так там. Демократическая диктатура, как форма диктатура пролетариата. Ну, это, товарищи, тоже спасибо, значит, это не в парне, значит. Вот, и в Конституции Германской Демократической Республики было записано, что ГДР – это государство диктатуры пролетариата. Больше этого нигде не было. Я полностью соглашусь с Михаилом Васильевичем, что вычеркнуть то, что было, это не то же самое, что и не было раньше. Но, и тем не менее, это вот показатель того, что люди многого не понимали. И вот то, что партия стала коммунистической, вот Михаил Васильевич привер примеры профсоюзов, да. Профсоюзная верхушка, она, по-моему, практически, ну, в 90% профсоюзов профсоюзная верхушка загнившая. И зачастую идет на компромиссы с работодателем, и подкупленная работодателем, так или иначе. Но, тем не менее, вот в целом назвать профсоюзы антирабочей организацией буржуазной, вот я бы не стал. Мне, вот, видится, все-таки здесь и с партией. Так просто это не развернешь диктатуру пролетариата, и партию не развернешь. И все-таки идеология, то, что была буржуазная, ну, так я бы не сказал. Широко издавались работы Ленина все, и Маркса, Энгиса, Ленина. И говоришь, что в 70-х годах, скажем, была буржуазная идеология, ну, там были, да, размывалась, размывалась, я бы сказал, размывалась коммунистическая идеология. Но она еще в целом, я бы сказал, была, и вот и Михаил Васильевич бы, в частности, насколько я понимаю, были секретарем по идеологии факультета, да, нет, экономического. Зам. секретаря. Зам. секретаря были по идеологии факультета. Ну, сейчас, Виктор, ну, на 15 минут лекцию перетянули, сейчас я заканчиваю. Ну, только и выше. Сейчас, сейчас. Вот, это самое, нет, это не лекция еще, сейчас, 7 минут только. Вот, и это вот, борьба, она вот шла, да, с одной стороны, вроде как. Вот Сагуров в 63-м году хороший учебник по политэкономии издал. Вот Михаил Васильевич со своим руководителем Александром Николаевичем Моисеенко, там, в 77-м, вроде, году издали книгу «Процентрализованное планирование». Но эта борьба, она, вероятно, в такой форме, что вот правильную книгу издали, вот люди читаете. А вот, собственно, я вот не знаю, брали борьба на парцсобраниях, были ли дискуссии на парцсобраниях какие-то такие вот. Ну, практически их не было. Поэтому здесь вот, я думаю, что все-таки переходный период у нас начался с появлением многоукрадной экономики. Это где-то в 88-м году, когда появилась действительно нормальная буржуазия. Уже она стала не в становлении, а налицо. И эта буржуазия, она захватила власть в летом 91-го, а с 1 января 92-го года с отменой централизованного ценообразования, в общем-то, у нас там уже такой вполне капитализм. Полным отменой планы и так далее. Ну, вот это как-то так видится. А вот изучать проблемы диктатуры пролетариата и как она разложилась, и как дошла до жизни такой, надо. Прошу прощения. Прошу прощения. Частично Михаил Васильевич упомянул и о некоторых других общественных противоречиях, которые были в нашей стране, кроме тех, о котором была посвящена сегодняшняя лекция. И что любопытно, вот та часть противоречий, которые создавали условия для будущей реставрации капитализма, эти противоречия существуют до сих пор. Я не буду перечислять их все конкретно, а упомяну самые главные, которые нанесли очень наибольший максимальный вред нашему обществу и продолжают вредить до сих пор. Одним из таких существенных противоречий является существование религии, которое было легализовано в 88-89 году. И когда многие люди, да и я сам в юности, благодаря родственникам, оказался на время невольным участником этого религиозного мракобесия. Вот лояльность, лояльность советской власти и к церковникам, лояльность советской власти и к антисоветской диссидентской лжеинтеллигенции, особенно этой псевдотворческой интеллигенции, которая всецело поддерживала тогдашнюю бюрократию. И бюрократия-то превратилась в итоге в буржуазию. Также довольно много вреда нанесла нашей стране и народу такое общественное явление, как мещанская идеология, которая, к сожалению, еще сохранялась. Мне-то об этом известно на примере неких отдельных моих родственников, да, думаю, и у других была страстишка к накопительству. Это действительно так и было. Кроме того, необходимо отметить такое явление, как недостаточная борьба правоохранительных органов Советского Союза со всякими спекулянтами, парцовщиками. Да, их сажали, но надо-то было гораздо жестче. Вот все вот то, что я сейчас перечислял, вот эти противоречия, они в основном экономические, бытовые противоречия. Есть также еще одно противоречие, о котором Михаил Васильевич упомянул. Ну, понятно дело, что производство средств производства государству необходимо и для укрепления обороноспособности, и для обеспечения населения жильем, и для развития экономики. Но когда возникали перегибы и часть свободных средств, которые были, можно было бы направить на производство дополнительных товаров народного потребления, но этого не делалось, это тоже вызывало определенное недовольство в обществе. И, значит, да, полторы минутки, с вашего позволения. И еще, товарищи, абсолютно правильно сказал Михаил Васильевич, что антисталинизм есть одна из запаснейших, одна из форм антикоммунизма. А я скажу, что это одна из запаснейших форм антикоммунизма, за которую карать надо было очень сурово. А у нас государство гуманным было. И вот все эти противоречия, которые привели к реставрации капитализма, о которых мы об этих противоречиях стали задумываться и анализировать, чтобы их потом в будущем не повторять, да, нам приходится учиться на ошибках того советского прошлого. И очень надеюсь, что когда произойдет, а мы будем готовить новую пролетарскую революцию, она обязательно произойдет, что партия уже не допустит тех ошибок, которые были в те времена. Благодарю за внимание. Да, у нас действительно был социализм, но он был де-юре, а де-факто его не было. Да ладно, врать. Слушай, я тебя не перебивал, потому что кто сидел у кормушки, всегда тащил. Вспомните фильм Юры Дедовича. Кто тащил, всегда сидел. Ну, началась. Зря мы вас сюда пускаем. Что за манера? Директора воровали машинами, я лично свидетельствую, министры воровали вагонами, рабочие были не цунами. Сколько мне пришлось на заботе своровать это до черта. Ну ты дашь мне говорить! Он не за мной всегда говорит. Ну, в чем дело? То, что они воровали, эти деньги потом они не реализовывали, а деньги должны были работать. Это же типичный рынок, товарищ Денис. Деньги закатывали. Ну, вспомните, дело Щелкова, дело Чурбанова, узбекское дело, там Теллиан Иванов. А вот когда дали выход, деньги заработали. Понимаете? И товарам деньги отношения отменить невозможно. Весь наш социализм, как вы понимаете, все, кто мы здесь сидим. Мы ходили в магазин, покупали товары, платили деньги. Классно, а теперь вот как смотреть. Культ товара, товары культа. Шерпотреб. Там решает рынок. Понимаете? Никто не будет строить на рынок, например, гидростанции. Вы понасророл, где-нибудь там в горах гидростанции, покупали, никто не будет покупать. Эта работа делалась на заказ. А вот сейчас, кстати, правильно говорил, кстати, правильно говорил. А вот всякий шерпотреб невозможно сделать. Дима, вылезай себе, что ли? Так, еще вот что. Мне же 5 минут, так вот. Базис и надстройка. Базис это что? Это производственные отношения, которые должны уже определиться исторически. А надстройка это уже попытка все узаконить, обосновать, воспеть. Так вот, коммунистический базис создать невозможно. А вот надстройка, она испокон веков. Это еще в религии. Делись с ближним, все такое. Потом, руководящая роль рабочего класса, ведущая роль рабочего класса. Совершенно верно. Смотрите, есть такая... Не складуха. Лошадь села в сане, а мужик повез. Так вот, буржуазия, она способна руководящую роль осуществлять. Во-первых... Ну ты дашь мне этого, этот козел? Больше прижать не буду. Да вообще, мой товарищ, человек... Дима, выйди, пожалуйста. Ты мешаешь всем. Ты всем мешаешь. Так. Мужик, он какую роль выполняет? Он руководящую. А лошадь ведущую. А вот хотят, чтобы рабочих взяли наоборот. Во-первых, рабочих много, а буржуев мало. И буржуи имеют деньги. А значит, власть. Они будут творить экономику, а политики, если концентрировать урожение экономики. Даже если ваши маркетинги принципы определятся. Поэтому все время это социально рушится и рушится. Это получается небоскреб без фундамента или колосс на длинных ногах. Понимаете, в чем дело? И вот когда дали свободу, эти воры, которые награбили, они сразу стремились куда стали? К деньгам. И эти деньги заработали. Вот сейчас и забили. Молодежь, молодых людей есть? В советское время такого изобилия не было. А сейчас есть. Так, кульдолжности. Кульдолжность, вот к чему мы, кстати, с Михаилом Васильевичем нам встретились. Действительно. Однопартийная система, она поражает кульдолжность. Партия поражается в головастика. Что сказал? Вот, значит, правильно. И к чему это привело, сами знаете. Так, тихо, тихо, тихо. Очень важно, очень важно. Как надо теперь классы понимать? Классы, классы. Вот Ленин. Это историческая личность первой величины. Его брат Александр Ульянов. Он, возможно, тоже таким бы стал. Может, даже превзошел. Но его рано казнили нам. Это люди высшего порядка. Что им не нравится, они меняют. Дмитрий Ульянов, меньшой брат, это обыватель. То есть приспособленец. Сам Ленин говорил, что ему только печатный дурак полный. Ему только печатные пряники сжимать. Так вот, есть люди, которые меняют что-то, а есть люди приспосабливаются. Вот так надо классы понимать. А по Марксу как? Или по этим трем философам? Появилась частная соц. И поэтому общество, видите, распалось на классах. Чистая лотерия. У кого-то появилась, у кого-то нет. Нет, господа, не так. Кто-то умеет ее делать. Умеет хватать. Сейчас. Михаил Ильич, как говорится, когда объявили твою чилизацию, порядочные люди в силу своей порядочности не бросатся рассчитать добро. Не в силу порядочности, а в силу своего обывательского благоразумения. Момент. Последний. Последний май, погоди. Спасибо, присаживайтесь. Вот. Нет. Тихо, 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 тихо. Не дай так сказать. Одна точка. Одна точка. Михаил Ильич говорит, что советы перестали отличать своему назначению с 1936 года, когда стали по кругам выбирать. И в период Горбачевской ельской перестройки как раз произошла контрреволюция. Ну так кто-то и делал, что Горбачев создал ими советы трудовых коллективов. СТК специально, как гостюм ГОЛЗ. Они должны в коллективах быть. Их должны быть рабочие. Но рабочие не проявили своих качеств. Потому что это люди низшего порядка. И брежневские рабочие. Не те, которые были, да, спиноза рабочие, а взбебельные рабочие. Это все рабочие. Но это рабочие другие. Понимаете? А вот брежневские рабочие стали вот кто. Спасибо. Ну а что бы не в здоровье дело. Спасибо. Ну спасибо. Михаил Ильич, выключите слово. Значит, у нас есть тема. И я думаю, что всякое обсуждение может считаться вполне полезным, когда мы не будем отвлекаться на другие вопросы. Потому что все вопросы в короткое время не обсудишь. А у нас вопросы о контрреволюции СССР. А есть другие всякие интересные вопросы. Вот я хотел сказать. Уже товарищ убежал, который формулировал, что это противоречия появили, видите ли, к этому. Ни противоречия не приводят, ни к какой контрреволюции. К контрреволюции приводит борьба. Одной из сторон противоречия. И если у династии этой стороны противоречия. А другая сторона противоречия, если она будет помалкивать и не бороться, вот отсутствие достаточной борьбы, непонимания, вот это может привести к контрреволюции. И поскольку я здесь, как бы, как помягче сказать, самый взрослый из всех присутствующих, вот я хочу вам сказать, что мне пришлось по заданию горьковой партии проверять, как система налажена в партийную учебу. Была. Я в 90-м году был членом Ленинградского обкома КПСС. И вот, и заведующим кафедры научного коммунизма университета мархизма-ленинизма горьковой партии. И вот я прихожу на красные треугольники. Человек, со мной который разговаривал, 20 лет в системе партийной учебы. Я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, какую работу Ленин одну? Вы прочитали? Нет, ну. Вот картина. То есть, словословить, говорить, партия, Ленин, да здравствуй. То есть, вот той учебы, которая у нас хотя бы есть здесь, такой систематической учебы, широко распространенной и настоящей не было. Тем более, что, как я сказал, научный социализм, как теоретическое выражение борьбы рабочего класса, он вообще не был поставлен. И вот эти самые Академии общественных наук и высшие партийные школы оказались потом рассадником контрреволюции. Я уже хочу обратить ваше внимание, товарищи, на первую часть своего доклада, где я говорил о том, что система планомерного подчинения производству всего промышленного и сельскохозяйственного общественным интересам разрушалась до двадцатого съезда. Простите, до двадцатого съезда. Начиная с пятьдесят седьмого года. И была разрушена. Поэтому это, так сказать, один момент. А это момент, который можно считать отступлением, потерями. Вот мы, скажем, отступаем, отступаем, сдаём, сдаём. Но мы ещё не предали. И ещё не произошла контрреволюция. А если партии говорили, что дало эту самую диктатуру пролетариата и прекратить классную борьбу прекратилось, и социализм победил полностью и окончательно. То есть не надо беспокоиться за социализм. Всё хорошо. Вы сидите, ничего не делаете. Ничего не делайте. Тем более есть такие энергичные люди, про которых вот товарищ Захаров рассказывает, которые знают, они будут делать. И они сорганизуют себе что? Они сорганизуют себе то, что они будут относиться, вот как Иван Михайлович совершенно правильно рассказывал, из этого отношения как к своему, если его общественность закрепить. А его закрепили, между прочим, если вы помните, когда решался вопрос о приватизации предприятий. Дескать, работники, вы поучаствуете в этом деле? Получите. А вот руководство предприятий, высший состав управленческий, они получали гораздо больший процент. И вот это формирование было класса. И очень старались и Ельцин, и Чубайс, и Гайдар скорее сформировать класс собственных, индивидуальных. А зачем квартиру нужно было государственную превратить в частную? Дескать, ну вот, у вас есть квартира? Ну, частный собственник. У вас есть, здесь вы тоже. И у вас есть, и вы частный собственник. Ну вот мы все с вами частный собственник, только вы не быстро бежали, а я быстро и нахапал себе. Вот. Ну а вы не проявили... А вы, Михайлович, так не приватизировали квартиру? Я не приватизировал. Потому что я знаю, что тут нет приватизирования, а дотылок. У меня целый скандал был дома. Она говорит, а мне мама сказала, что ты отдал ей ваучер. Я говорю, отдал. Ты же сказал, что не будешь брать. Я говорю, не брал. Так ты же ей отдал. Отдал. А как ты, может быть, чтобы отдал? Я так, я пошел, купил и отдал. И проявили, давай. Я решился брать. Так вот, что произошло? Это такой теоретический вопрос. Даже под собственностью надо понимать. Не объявление, что она общественная. Вот именно как Иван Михайлович сказал, что на самом деле. Если уже система государственного планового централизованного управления разрушена, нарушена в значительной мере. Если уже цены повышаются. Если у рабочих стреляют. Это общественная собственность. У кого поворачивается язык, сказать, что это общественная собственность на средства производства. Если мы так даже и сформулируем, то это уже будет означать, что мы солидаризируемся с тем, что это все общественное, когда вот это происходит безобретение. Это полное отрицание общественной собственности. А вот то, что частная собственность в Чечне уходилась, а во что она превратилась? Если государство, не диктатуру пролетариата, а государственная собственность еще есть. Есть? Есть. И это государственная собственность до сих пор есть. У нас 70% ПВП производится на государственных предприятиях. 70%. Поэтому у нас собственность государственная. Хотя мы знаем, что вот эти чиновники, они одновременно имеют еще и долю в том же предприятии, только там процент меньше, чем государство. Государство 51%, а 49% это частники. А чиновники себе набивают карманы, устанавливая такую зарплату, как скажем в Роснефти, 30 миллионов в месяц. Которая на самом деле никакая не зарплата, а на самом деле прибавочная стоимость, которая выдается за зарплату. То есть мы видим, и эта вот часть, этого чиновничества, которое одновременно является коллективным буржуа, она обеспечила себя, между прочим, с помощью, так сказать, средств обороны и Росгвардии, от чего? От всяких случайностей, чтобы ни народ не отобрал, ни другой капиталист не отобрал с другой стороны. А другие самостоятельные капиталисты, миллиардеры, они выплывают, как Абрамович или Рыболовлев, и тут они становятся жертвами. Они скажут, подозрительное происхождение вашего капитала, мы его не отнимаем, а то користовываем. Это что значит? Банки будут давать кредит, наворачивать себя, а он будет ждать 15-20 лет до смерти. Может, никогда не получит. То есть, вот это превращение представителей системы государственного управления, одновременно еще и капиталистов, но коллективных. Но это не значит, что они коллективные, но равные. Мы с вами в одном коллективе, но у меня 80%, а у вас 15%. А у 5% мы еще их там бабушкам раздали в Сибири, они приедут. Мы разошли вам приглашение на акционерное собрание. Вот такая картинка. Так вот, как только государству было объявлено не государством диктатуру ультариата, если мы не отходим от линейнизма, мы должны признать, что это государство диктатура буржуазии. Но она еще ничего не сделала. Она еще ничего не сделала, а государственная собственность уже частная. Частная собственность тех, кто может относиться к ней как к своей. Кто? Рабочие не могут, крестьяне не могут, колхозники, а могут, вот этот весь управленческий аппарат могучий, может к ней относиться как к своей, но только заодно, как бывает, так сказать, в этих самых разных АПГ-группировках. Вот эта вся АПГ-группировка и занималась потом уничтожением общественной собственности и приведением в буржуазный порядок. И для этого и потратилось, понадобилось 30 лет, и понадобилось даже уничтожить Верховный Совет, который уже был полностью буржуазным. полностью буржуазным. И они его расстреляли из танков, чтобы это осуществить себе к этому дорогу. Вот, собственно, что произошло. Поэтому я вот настаиваю на том, что, значит, вот этот день, который был, для революции, для контрреволюции, надо знать день, когда это происходит. День, это день 22-го съезда. Спасибо, Николай Васильевич. На этом лекции у нас заканчивается. И объявление. Значит, в следующий четверг встречаемся. У нас будет лекция профессора Огородникова «Классовый подход в эстетике». О, Господи, эстетика еще. Замечательно. Спасибо. Ну, давайте. Надо сказать. Так, кто хочет заветовать? Товарищи, газеты есть. Рабочее дело. Кто хочет заветовать? А там есть план занятий? Да, есть. Речь подробно-то в том, что рабочие относились к самому производству как к своим. И даже в 90-м году. Так, что по интересу были общественные. И те не все. И те не все. Так что, ухаживай. Добралось таких, которые не было. Они всегда были. Они всегда были. Не организованные государства. А у ОПГ нет собственности. Какие ОПГ-заводы? У них нет, они сосуды. Они у самого, ну, что так сказать. А у ОПГ нет. Не было. Это круче, чем ОПГ. Не было у них. А ты разбогатеешь, чем ОПГ? ОПГ не разбогатеешь. А общественность? Они не богатеешь. 500 рублей бы разобрать имену. Вы планируете делать? Завтра мы. Не планируем, мы тоже делаем.